Дальше расскажу немного о том, как занимались осознанными с нами в нашей школе, о тех проектах, в которых я участвовал, некий такой эксклюзивный закрытый материал. У нас в школе было 4, сколько 5, проектов групповых по работе с осознанными с нами. То есть МИДЕЯ 4, но было еще и МИДЕЯ 1, 2, 3. Это 4 МИДЕЯ, там несколько стадий. И я в этих работах участвовал, могу об этом много рассказать. То есть изначально мы работали с системой мандал. Помните, я вам говорил, что та информация, которая находится в левом полушарии, когда вы засыпаете, она влияет на сон. Одна из технологий является медитация на некую мандалу, которая вводит в ваш мозг определенные настройки, которая начинает во время сна работать. Мы с такими технологиями работали, с вот этими мандалами, и это позволяло пространство сна активизировать. Дальше мы работали с некими специальными дисками, которыми нужны аудио настройки, а с аудиозаклинаниями, которые нужно было слушать перед сном. То есть вы сидите где-то так минут 30-40-50, слушаете такое вот определенное какафонию, при этом мозги совсем становятся дыбом. И вот в этом состоянии полного офигения вы ложитесь спать. Это помогает достаточно сильно, вставляет во сне. Вот эти состояния, они очень сильно меняются. Мы работали с группами, с определенными заданиями, мы дальше материализовывали, определенно учились материализовывать определенные мыслеформы в своем сне. Мы медитировали на мандалу некого штаба управления, который мы должны были перемещаться во время сна. То есть мы создаем вот эту установку, мыслеформу некого штаба. Есть мандаловая картинка для медитации. Дальше мы засыпаем, и эта установка вместе с нами оказывается внутри пространства сна. Дальше мы записываем сон и отслеживаем, что мы там видели. Видели мы там некую такую центр управления или не видели. Удалось в него переместиться или не удалось. В итоге практик удается перемещаться в такой центр управления, из которого есть выходы на разные параллельные миры. Базовой технологией, нужно отметить, здесь является записывание снов и введение дневных основ, о чем подробнее я расскажу немножко дальше. То есть в обязательном порядке, когда вы со с нами работаете, требуется их очень подробно записывать, анализировать и отслеживать обратную связь от вашего воздействия. Проявляется ли во сне то, с чем вы работаете. У меня был такой опыт, интересно, я работал с вот этим центром управления. Мы там встречались с другими участниками, которые работали в этом проекте. Мы слушали лекции некие там от БМ, который что-то рассказывал о работе со с нами, о работе в пространстве сновидений. На одной из таких лекций нам показывали некий культ управления или набор экранов. Там он был расчерчен на множество-множество секторов и символом показывалось. Зеленым цветом какие-то миры благоприятные, красным цветом запретные, неблагоприятные какие-то миры. Не знаю зачем, но я почему-то в такой мир прыгнул. Я своим сознанием туда прыгнул и оказался в неком варианте города, в котором я живу. Но очень быстро выяснилось, что сделал я это зря, потому что людей там не было, потому что летали по-небу какие-то штуки, такие роботизированные, наподобие летающих тарелок, которые ловили людей и резали их на органы. И проснулся я от того, что меня начали на органы разрезать. И это было совершенно неприятное ощущение, чувствовать, как тебя вживую там пили. После этого я больше ни в какие красные миры не прыгал. Было интересно, еще дальше мы создавали некое транспортное средство с налет. То есть некая летающая тарелка с большим количеством кресел, в котором мы в группу пространстве сна перемещались. Я во сне такую штуку часто видел, когда с ней работал. То есть она приземлялась у меня перед домом, я из нее выходил, входил, мы куда-то летали. То есть было такое интересное. Создавали специальное тело, специальный некий костюм сновидений. Это все делается медитацией. То есть каждый вечер перед сном вы сидите по полчаса, медитируете, создаете плотную мыслеформу, которая у вас заседает в мозгах, и дальше она влияет на характер вашего сна. Дальше вы ложитесь спать, и это оказывает. И пробуйте запомнить максимально свой сон, отследить, проявляется ваша мыслеформа у вас во сне или нет. То есть это важный такой очень этап, научиться влиять на характер своих снов. Этого очень много зависит. Дальше мы работали со специальными дисками-аудионастройками, которые очень сильно заряжали мозги высокочастотными энергиями, и это позволяло осознавать себя во сне, поскольку при работе с осознанными снами основная главная проблема – это энергия сознания. С энергией сознания очень большая проблема, очень сложно ее накапливать. Нужно вести очень специальный образ жизни, и когда вы видите осознанные сны, это постоянно, это выматывает, очень тяжело становится. То есть нужно два дня посновителя, потом нужно три дня-два дня приходить в себя, то есть спать в обычном режиме. То есть нормальной практикой является, когда вы посновители ночь, а потом вы еще весь день спите, приходите в себя от этого. То есть на это тратится энергия, и работать в таком регулярном режиме может быть непросто. То есть на это тратится определенная энергия, поэтому здесь очень важным является использование каких-то средств определенных, вспомогательных для запитки своего сознания. То есть у нас в школе разработаны, есть специальные аудиозаклинания, аудиодиски, медитации на специальные мандалы, и есть специальные талисманы, которые дают необходимую энергию для работы сознания, для работы с осознавидениями, что очень сильно помогает. Об этом я еще дальше расскажу. Потом мы работали с проникновением в сон другого человека. То есть каждому был выделен некий партнер, с которым мы работали, на которого мы настраивались перед сном, на то, что во сне я должен встретиться с этим человеком и передать некий пароль, передать некий шифр. И в итоге неким образом встречаться удавалось. То есть удавалось в своем сне встретиться с этим своим партнером, с одним человеком и некими паролями обменяться. То есть удавалось в сон чужого человека проникать. При вот этой работе главным, основным является исследование того пространства, сновидения, так называемый остров снов, в который вы попадаете, и картография составления карты, о чем я немного дальше расскажу. Здесь вообще огромное количество информации, очень много особенностей, которые учитываются. Значит, технология будильника, с которой дальше мы главным образом работали. Здесь методом введения вот такой установки, про которую я рассказывал, вводится некая программа, муслеформа некого будильника, который по истечении определенного интервала начинает воздействовать на ваше сознание, начинает во сне вашу личность будить, начинает активизировать. Здесь в школе этот будильник у нас, он сформирован в виде некой установки, в виде некого аудиозаклинания, скажем так. То есть это некая настроечная система, которую вы смотрите перед сном, и в результате вы ставите такой таймер, вы ложитесь спать, дальше этот таймер начинает работать. И по истечении определенного периода, когда вы уснули, этот таймер начинает вас будить, он начинает поставлять некий сигнал, некий импульс передавать левому полушарию, в результате чего левое полушарие начинает растормаживаться, начинает активизироваться во сне. Еще могу рассказать опыт такой, есть некие для вот этого, некие маски. У меня есть, она в другой комнате сейчас. Такая маска, как бы просто, как обычная маска для лица. Тре-Эми называется, по-моему, так сейчас. Тре-Эми, такое 2Е. Там, с внутренней стороны, которая на глаза одевается, есть по три красных диода, и они начинают срабатывать, они начинают им выдавать импульсы световые через определенный промежуток после засыпания. Ну и оставил где-то 6 часов. То есть через 6 часов, ближе к утру, они начинают выдавать определенные импульсы пульсации разных последователей, несколько красных, потому что цвет лучше всего проходит через веки. Идея в том, что эти импульсы, они должны как бы человека будить вот это левое полушарие. Но проблема этих масок в том, что они не могут отследить фазу сна. То есть если я в этот момент нахожусь в стадии медленного сна, глубокого сна, глубокой релаксации, то мне это ничего не даст. То есть мне это может что-то дать, только если я принахожусь в стадии вот этой РМ, в стадии быстрого сна. И часто как бы просто не попадает. То есть нужно тогда устройство, которое бы отслеживало вот это движение глаз. Вот сейчас я эту маску просто использую как маску, чтобы глаза закрывать, чтобы и свет с утра не мешал спать. Вот этот будильник такой. Значит технология будильника, она выглядит как установка некой программы, которая у нас сформирована в виде некого аудиозаклинания, в виде некой установки. Ключом к тому, чтобы этот будильник работал, являются следующие вещи. Первое. Вы должны в течение дня вырабатывать ощущения интервалов времени. Это главная тренировка, которая очень помогает. То есть вы, например, отмеряете каждые 15 минут. Вы вводите в свое сознание установку, что ровно через 15 минут вы должны посмотреть на часы. И занимаетесь чем-то своим. То есть ровно через 15 минут вы должны вспомнить, у вас что-то должно в голове включиться, и вы должны на часы посмотреть, что да, ровно 15 минут прошло. Один в один. Потом вы начинаете там каждые 5 минут, каждые 15, каждые 30 минут. То есть вы в течение дня постоянно фиксируете свое сознание на отслеживании интервалов времени. Если вы это делаете, то вы привыкаете время все время отслеживать, все время следить. И этот навык вы уносите с собой во сне, в сон, во сне. Вы во сне начинаете точно так же отслеживать, сколько времени прошло, сколько я сплю. И тогда, скажем, ровно через 30 минут после вашего засыпания у вас начинает активизироваться вот этот вот импульс, посмотреть на часы там, импульс в сознание. То есть первое, с чем вы работаете, это в течение дня учитесь отслеживать вот эти интервалы времени, вводите это в свое сознание. Второе, что является при работе со сновидениями, вообще самым главным, самым важным отправной точкой, это введение дневника снов. То есть нужно очень подробно сны записывать. Если вы это не делаете, то как бы бесполезно, то вы тратите вообще время свое зря. Будете очень долго, упорно и большей частью бесполезно чего-то пытаться дадиться. То есть это является крайне важной частью технологии, когда вы те ощущения, те состояния, которые вы получаете, вы записываете, лучше зарисовываете в некую тетрадочку. Обязательно материальную. То есть виртуально на компьютере ничего не получится. То есть реальная тетрадочка, в которой нужно очень подробно записывать, что вам снилось, кого, чего вы видели. Нам обращать внимание важно на местность, в которую вы попадаете. То есть в каком месте вам это снилось, поскольку дальше это позволяет построить карту снов и выявить закономерность, что вот это место вам, там, не знаю, школа какая-то или работа, вам снилось в этом сне, в этом, в этом. В результате вы получаете несколько мест, которые вам постоянно снятся, которые у вас во снах постоянно встречаются. То есть вы записываете свои состояния в эту книжечку, записываете сны, и когда вы начинаете эту практику вести, ее нужно делать регулярно. То есть проснулся, сразу записываешь, без каких-либо исключений. Когда вы эту практику ведете, у вас вырабатывается память на снах, на сны у вас начинает при этом работать активно во сне левое полушарие, которое начинает запоминать. Если вы дневника не ведете, то ваше левое полушарие, оно пассивно. Оно как бы на сон смотрит сквозь пальцы, соответственно, ваше левое полушарие, оно уже не активно. Поэтому пробуйте вы дальше его активизировать, сколько пинаете ваше левое полушарие, вам нужно будет очень сильный импульс энергии, чтобы во сне себя осознать, чтобы во сне проснуться. Вот. Обычно, как бы, ничего не будет получаться, потому что нужен очень сильный пинок, как бы, откуда его взять. Если вы ведете дневник снов, то вы приучаете свое левое полушарие быть активным, чтобы запомнить как можно больше деталей. Когда у вас по умолчанию, уже левое полушарие, оно очень активно во время сна. В итоге такая практика, она приводит к тому, что вы естественным образом начинаете себя во сне сами осознавать. То есть, когда вы накапливаете такой потенциал активности вашего левого полушария во сне, то вы сами собой начинаете, у вас сознание начинает во сне включаться. То есть, выглядит это так. Я как бы иду по какой-то улочке, потом бац, у меня во сне возникает мысль, что я по этой улочке уже был вот в этом сне. Бац, следующая мысль, а это же сон. Я же, оказывается, сплю. Хоп, я смотрю, действительно, точно я нахожусь во сне. То есть, воспоминание о том, что это мне снилось, когда я здесь был в другом сне, оно включило меня осознание. Или другой момент, я сплю, и происходит что-то очень необычное. То есть, в реальной жизни произойти не может. Я как бы удивляюсь, начинаю задумываться, что очень странно, что такого в нормальном мире быть не может. Начинаю думать, сплю я или нет. Смотрю, проверяю. Оказывается, бац, я сплю, я нахожусь во сне. Вот я себя осознал, что я в пространстве сна нахожусь, я могу пойти дальше погулять, поисследовать это пространство. То есть, вот эти моменты, они дальше начинают работать. Вы попадаете в какое-то знакомое вам место, у вас начинает срабатывать некий резонанс. Вот это, я говорю, обычно объясняю, что это некая светимость осознания, которая у вас накапливается в определенной зоне кокона энергетического. И в итоге это приводит к тому, что вы начинаете все чаще и чаще себя во сне осознавать. Но это возможно только, если вы ведете регулярно дневник снов и очень подробно описываете. Иначе, как бы, вот этой светимости ее там не будет. Тогда, если вы дневником работаете, делаете вот эти шаги, тогда у вас очень хорошо будут работать все приемы существующие. То есть, вот этот будильник. Для будильника нужна еще как бы энергия определенная, определенный импульс, который ваше левое полушария получит. И для этого мы на занятиях используем работу с архетипами. То есть, существуют некие архетипы, подсознания, которые можно использовать как источники энергии. При медитации на них у вас во сне возникает некий импульс, который приводит к активизации левого полушария, осознания себя во сне. Вот, важной частью технологии является, после того, как вы начинаете вести дневник снов, вы начинаете замечать, что вам снятся одни и те же места какие-то. И в результате у вас начинает через какое-то время в голове складываться некая карта. Вы, как бы, вот эти места, в которых вы как бы ходили, там какие-то улочки в городе или где-то за городом, вы их начинаете как пазл постепенно складывать в некую карту. Там есть элементы из тех мест, где вы живете, из вашего города, но они не идентичны совершенно, скажем, реальному городу. То есть, это некая проекция, в которой места устроены по-другому совсем неким образом. Вот, и в результате у вас, вы начинаете свои сны вспоминать, и они начинают у вас складываться в некую карту. И это очень важный момент во время работы со своими снами, когда у вас начинает вот эта карта схлопываться, когда вы начинаете эти пазлы собирать. Дальше достаточно сильно начинает работа со сновидениями работать. Здесь еще есть такой момент, интересный, как память снов. При накоплении определенного потенциала у вас начинает включаться память снов. Вы начинаете вдруг вспоминать какие-то сны, которые вам снились очень давно. Я там вспоминал сны, которые мне снились лет 10 назад. Просто начинаешь на сны настраиваться, в них погружаться, и всплывает, что вдруг всплывает запись о каком-то сне, который мне лет 10 или 15 назад приснился. Вот это как бы память снов, которая начинает активизироваться при определенном количестве смятимости. Понятно ли вот это, скажите мне? Есть ли какие-то вопросы по тому, что я рассказываю? Место, которое постоянно снится. В голове, значит, на каком-то уровне есть некая установка, возможно. Способность запоминать сны, она зависит от энергии. То есть, как я говорил, для того, чтобы заниматься с нами, осознанными с нами, нужна свободная энергия. Если вы ложитесь поздно, уставшим, то о работе со сновидениями как бы не идет речи. То есть вы должны ложиться спать, отдохнувшим с энергией. Тогда у вас будет возможность осознанными с нами позаниматься. С утра хорошо выспавшись записать подробно сон и вести определенный режим. То есть есть много нюансов, о которых мы рассказываем. Здесь очень сильно помогают артефакты определенные. Вопрос по накоплению энергии. Вот я немного расскажу. То есть я могу рассказать о себе, о своем опыте. То есть для накопления энергии я работаю со специальными настройками, которые разработаны в нашей школе. Я могу послушать определенные аудионастройки, определенные презентационные материалы, которые я сам делал, которые мы даем на занятиях по осознанным сням. Эти материалы, они позволяют запитать подкорку, ввести большую порцию энергии в свое сознание. И дальше, когда вы засыпаете, эта энергия, она может работать. Сильно помогает использование специализированных артефактов, которые запитывают сознание. У нас в школе есть два артефакта, которые позволяют работать со снами. Первый артефакт Мерлина, который позволяет усилить ваше взаимодействие с пространством снов, сделать вас в пространстве сна более проявленным, более реальным. Тоже большая тема, определенная практика, которая важна. Второй артефакт, это артефакт Мидеи, который связывает ваше сознание с некими источниками энергии в пространстве сна. То есть, исследуя свой остров сновидений, вы там в итоге можете найти какие-то некие места силы, там, где фокусируется вот эта энергия сознания. Вот, я в своем острове сна знаю, где у меня такие места есть, засыпая, как бы попадая на свой остров снов, и исследуя, изучая, я нашел, вывел на такие места, настроившись на них, я могу получить запитку. Я могу запитаться от этого места силы. И в школе есть артефакт, который позволяет, который связан с некими местами силы во сне, в сновидении. И носителю такого артефакта позволяет свое сознание запитывать. Вот, я недавно зарядил такой артефакт Мидеи, могу вот показать на таком вот медном колесе. То есть, он такой очень массивный, вот это все чисто серебро. Получается такая очень массивная штука. При ношении этого артефакта и при засыпании с ними, ваше сознание связывается с некими сильными источниками энергии в пространстве сна, и вы получаете запитку. То есть, вот это как бы специализированное. Если у вас нет возможности чего-то приобретать специализированного, то здесь вы можете полагаться только на режим жизни. То есть, вам нужно выделять специальное время перед сном на отдых. Не загружать себя информацией, какими-то проблемами работы перед сном, стараться как бы набраться каких-то ощущений, впечатлений, отдохнуть хорошо. Очень важное, естественно, является высыпаться. То есть, давать себе на сон, там, часов 10 где-нибудь, да, 9-10 часов, чтобы у вас было достаточно много времени, чтобы хорошо отдохнуть. Вот. Но обычно используются как некие специальные техники, специальные приемы. И существует достаточно множество, и мы с ними на занятиях знакомимся, которые позволяют энергию получить, потому что это главная, основная проблема для работы со снами. Как увеличить время нахождения в оси? Обычно просыпание происходит, если очень сильно растормаживается сознание, левое полушарие, или если у вас заканчивается энергия, тогда вы стеряется осознанность, вы обратно проваливаетесь в сон. То есть, в одном случае вы как бы обратно проваливаетесь в сон, в другом случае вы просто проваливаетесь в бодрствование, чтобы фиксироваться в пространстве сна. То есть, первое, что вы должны сделать, когда вы осознались во сне, это найти источники энергии в вашем острове снов. Для этого необходима карта, картография, для этого необходимо составлять карту вашего острова снов, чтобы вы могли ориентироваться, где вы вообще находитесь, и куда нужно идти, чтобы запитаться. Вот. Тогда вы идете туда, где вот эти источники снов, источники энергии сознания, пространства ваших снов, и вы от них запитываетесь, если вы получаете от них энергию. Также важным является синхронизация. То есть вы начинаете рассматривать окружающий вас мир, начинаете фиксироваться на окружающих объектах, на вдыхании воздуха, хорошо помогает съесть что-то, какой-то пирожок в этом пространстве. То есть работает стандартная процедура при работе на тонких планах. То есть вам нужно с этим местом синхронизироваться. Часто бывает, человек осознал, что он спит, настолько как бы excited возбудился, и сразу по этот пик он его и сна выбивает. То есть здесь нужно пробовать синхронизироваться с окружающим пространством, которое вас окружает. Понятно ли вот это? У меня просьба к модератору выкинуть из чата посторонних людей, которые занимаются фирмой. Мешают остальным? Как самому зарядить артефакт? Сами вы можете создать такой артефакт, если вы уже можете работать с пространством снов, если вы конкретно знаете источник энергии в своем сне. То есть я, например, в моем острове снов знаю, где у меня эти источники. Я могу. То есть смотрите, интересная техника, когда вы погружаетесь в собственный сон. Мы это практикуем, это замечательно работает. Это является частью нашей технологии работы со сном. То есть мы входим в некое, настраиваемся на специальное пространство, которое называется Сефира Ницах. Это то пространство, которое соответствует пространству снов, в котором вот это сновидение происходит. То есть в схеме дерева Сефирот, вот это Сефира Ницах, оно находится в левой части дерева Сефирот и соответствует уровню анахата чакры, первое ментальное тело. Это именно то пространство, в которое вы попадаете, ваше сознание смещается каждый раз во время сна. Мы на наших занятиях, на нашем вот этом курсе про осознанные сны, который у нас в ближайшее время начнется, мы группой сдвигаемся вот в это пространство, свое сознание туда сдвигаем, вводим туда определенные установки, вводим туда определенные программы воздействия, которые начинают работать, когда мы засыпаем. То есть мы группой пошли, сместились вот в это пространство Ницах и создали там некую мыслеформу, скажем, телосноведения или создали там мыслеформу будильника. За счет работы группы работает гипермозг, работает магический круг, получается очень мощная, усиленная, раскрученная мыслеформа. Вы ее там оставляете. Дальше вы ложитесь спать, ваше сознание начинает сдвигаться туда, вот в это пространство Ницах, а там наколдованная нашей группой мыслеформа, и вы в эту мыслеформу как бы тыркаетесь, упираетесь, и она начинает воздействовать на ваше сознание. Будильник включается, порция энергии дается, тело, как бы вот это для увеличения взаимодействия. Так вот, можно сместиться в какой-то свой сон. То есть мы для смещения в это пространство Ницах, мы начинаем вспоминать какой-то свой сон, начинаем туда погружаться. То есть я могу начать, на какие-то свои сны настраиваться, могу в свой сон начать погружаться и отождествиться с собой во сне. То есть начать как бы через свой сон смотреть. И таким образом я могу сейчас настроиться на вот этот источник энергии. На той нестой силы, которую я знаю у себя в пространстве своего сна. Я могу вот этот источник энергии сейчас пришить эти энергии к какой-то манде. То есть я могу взять ручку, я свое сознание смещаю в пространство сно, совмещая с вот этим источником энергии, я рисую некую спираль, Я рисую некую спираль, которая пришила вот эти энергии. Таким образом я могу создать мандалу, используя которую я могу потом создать талисман. Зарядить артефакт, который будет меня связывать постоянно с вот этим источником энергии. Лучшие условия для тела, твердая, ровная поверхность, положение на стене. Причем здесь как бы тело. Мы работаем с сознанием, вашему телу просто должно быть удобно и оно не должно вас беспокоить. То есть просто хороший матрас, такой матератопедический, который хорошо высыпался, не были скручены. Страильных путешествий Ахманру. Не думаю о них. Мне своих хватает, которые меня интересуют больше. Свой источник энергии в ницах. Ну я говорю, что нужно работать с картографией своих снов. Нужно в момент, когда вы составляете карту. То есть видя от них снов, вы запоминаете места, в которых вы были, а потом у вас складывается некая карта. И там вы вспоминаете, что в каких-то местах у вас идет запитка сознания. То есть вы погружаетесь потом в пространство своих снов, начинаете его исследовать. В итоге вы находите какие-то места, в которых идет запитка. Обычно там как бы некий такой туман идет. Там вот эти вот энергии, потоки энергии, они идут как некий такой кисель. Как некие такие киселевые, кисельные потоки. То есть через исследование это происходит. Почему просыпаешься, как только осознаешь себя во сне? Ну очень большое возбуждение. Очень большой импульс, который превышает порог. То есть эта мысль о том, что вы находитесь во сне, она для вас настолько потрясающая, что вы очень сильно подпрыгиваете. И вас сразу выкидывают в состояние бодрствования. То есть нужно просто спокойнее к этому относиться. Интересоваться в запрещенном мире. Вот. Сны кто-то вторгается. Для этого создается защита. То есть есть определенные, опять, артефакты защитные, защита во сне. Но обычно наколдовываются себе некие телохранители. То есть кто-то вторгается в ваш сон, а у вас снайпер. То есть смотрели фильм, вот этот «Начало» с Леонардо Ди Каппио про осознанные сны. «Inception» по-английски называется. Про некоторых товарищей, которые решили в сон прийти к одному бизнесмену. И наткнулись там как бы на защиту. Вот это как бы некая такая человеческая защита в пространстве сна. То есть вы создаете себе такую ударную команду, которая просто отстреливает всех посторонних. Вот. Ну и это определенная практика, да. Запрограммировать, посетить определенное место. Вы начинаете перед сном митировать на картинку этого места. Составляете некое слайд-шоу. И вы вводите в свое сознание установку. Что вам это место должно присниться. При этом вы должны вести дневник снов, подробно записывать, что вам снится. И вы должны иметь определенный опыт работы с вводом вот этих установок. То есть я рассказывал, как мы начинали работать с осознанными снами. Я медитировал на мыслеформу определенные комнаты, центр управления. Потом она мне начинала сниться через какое-то время. Я медитировал на вот этот сналет. И потом он начал летать там. То есть вы работаете с созданием мыслеформы. Как мы сейчас на занятиях делаем, мы смещаемся в само пространство Ницца. И там группу эту мыслеформу создаем. Потом, когда вы засыпаете, опять ваше сознание туда уплывает. И там натыкается на ту установку, которую вы создали. То есть можно там как бы слазить в пространство ваших снов. Создать там установку, записать, что вы должны попасть в определенное место во сне. Вы выходите, потом вы засыпаете. И вы утыкаетесь вот в эту информацию о том, что это место должно вам присниться. И оно начинает как-то работать. Значит, смотрите, что у нас вкратце осталось еще из обзора. То есть формирование тела снов нужно для того, чтобы ваши взаимодействия в этом пространстве стали реальными. Потому что тела изначально у вас там нет. Вы там находитесь просто в виде некого облачка. То есть вы просто некий пузырек энергии, просто некая облачка, которая там вот в этом пространстве Ницца как-то витает. И чего-то там как-то воспринимает. Чтобы с этим пространством работать, нужно себе создать тело, которое создается в виде специальной мыслеформы, энергии. То есть мы туда посмещаемся, создаем там тело. И дальше вы это тело на себя как бы одеваете. То есть у вас как бы штекер выдергивается из этого тела. Когда вы выходите в пространство снов, у вас как бы штекер включается в то тело. Вы получаете там тело, с которым можете взаимодействовать в этом пространстве снов. Значит, это пространство имеет определенную природу. Те острова, которые там находятся, их можно изучать, их картографировать. И там существуют определенные источники энергии, с которыми можно работать. И для эффективной работы существуют артефакты, существуют некие специальные предметы, которые этой работой позволяют заниматься. По большому счету, это то, что я вам в общем хотел рассказать про работу с осознанными с нами. Это некое как бы такое ведение, начальная стадия работы, которой нужно заниматься регулярно. Эффективнее всего этим заниматься в группе. То есть, когда формируется эгрегор людей, которые занимаются данной практикой вместе с вами. Для желающих этой темой заняться более серьезно, мы можем предложить некий онлайн-курс, на который есть возможность записаться. 8 групповых занятий, работа с практиками. Занятия один раз в неделю. То есть, у вас будет достаточно времени на то, чтобы практиковать. Есть достаточно много учебных материалов, настроек. Есть записи, видеозаписи занятий с предыдущего набора. И есть место, где можно задавать вопросы и получать какие-то квалифицированные рекомендации. Получать индивидуальные какие-то рекомендации по работе. И возможность получить некий ценный опыт. Вот, если кому интересно этим позаниматься, то есть возможность записаться и поучаствовать. Дальше, могу сказать, у нас планируется еще два открытых вебинара. В эту среду мы проведем открытый вебинар с темой по очному семинару на саркофаге. Это некая установка, которая позволяет многократно ускорить эволюцию, развитие личности сознания человека. И в следующую субботу мы поговорим об основах магии. О том, как происходит обучение в магии в первом курсе обучения в нашей школе. Основы магии. Нарабатывать качество во сне, несомненно, можно. И работа со созданными сновидениями дает просто гигантские возможности в плане личной эволюции, личного развития. Позволяет очень сильно уйти вперед, связанно с определенными вещами. Я предлагаю желающим оставлять комментарии, записывать, оставлять свои вопросы в группе или ВКонтакте, в открытой группе, либо у нас на сайте, и мы постараемся всем ответить. Я хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что вы нашли время поучаствовать в вебинаре. Я надеюсь, вам было интересно и полезно эта информация. На этом наш вебинар заканчиваем.